Личности Бога, о некой личности, которая называется Метатрон, или Ангел Лица Господня. Ну, могут возразить. Хорошо, Ангел Лица Господня – это всё-таки не сам Господь, да? И вообще, есть Господь, есть отдельно как бы упоминается Ангел Лица Господня, есть отдельно упоминается Дух Божий, и значит Дух Божий, потому что Бог есть Дух, а просто Дух Божий – это качество Бога как Духа. Но вы покажите мне места, где все три упоминаются вместе. Правда? Если мы увидим, что все три личности упоминаются вместе, в одном и том же стихе, в одном и том же отрывке, то мы будем видеть конкретно, что здесь говорится о трёх личностях, обладающих единством. И вам могут свидетели Иеговы такое сказать. Где есть в Новом Завете? Найдите Троицу. Вы знаете эти места? Свидетели Иеговы до сих пор считают, что Иисус – это Архангел Михаил. Он же Метатрон, он же всё остальное, да? Так где есть места, где чётко сказано о троих в одном? Первый Иоанн. Ну? А? Так, где именно? Хорошо. Отца, а где Дух Святой? Мы сейчас говорим о месте, где упоминаются три все личности, да? Так, и что дальше? Явился славе, проповедовал Себя Дух Евангела. Опять-таки говорится о Иисусе, да? Но я говорю, Отец, Сын и Дух Святой, да? Да, значит, да, совершенно верно. Одно из таких чудесных мест, да, которые мы видим, это момент крещения Ишуа Мессии. Когда находился Ишуа, естественно, в теле, в воде, в это время все видели нечто сошедшее, которое, я не говорю, что это был голубь в физическом смысле, напоминало голубя. Там сказано, как голубь сошел, Дух Святой. Там не сказано, что это конкретно был голубь, который летает. А то так однажды Папа Римский сидел в саду, это есть фильм, прилетел голубок на него, этот из-под холива, Папа Римский, у вас Дух Святой сидел, голубь его накакал. И он говорит, это не Дух Святой, это не Дух Святой. Итак, первое место, Ишуа в воде, Дух Святой над ним осияет и слышит голос с небес. Не говорили, что это говорил Дух Святой, значит, раз, два и три, правильно, отлично, молодцы. Второе место, отметьте, это первое Иоанна. Первое Иоанна, пятая глава, седьмой стих, это очень четко здесь сказано. «Ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и эти три суть едины». Отец мы говорили, Слово или Мемра, и из начала Евангелия Иоанна знаем, что это точно идет речь о Ишуа, о Мессии. И третье, Святой Дух, и эти три суть одно, один плюс один плюс один равняется один. Та же самая формулировка, Адонай Лагейну, Адонай Эхат, отметьте. Это очень интересное место, давайте я вам прочту в контексте. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Ишуа есть Сын Божий? Этот есть Иисус Христос, или Ишуа Мессия, пришедший водой и кровью, и Духом, не водой только, но водой и кровью, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. И Дух есть кто? Амэн, да? Амэн. Мы говорим, когда верно, истинно, мы говорим, амэн. Очень похоже на то, что говорится в Каббале, правда? «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и эти три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кров. И сие три об одном». Не сказано, что они есть одно и то же, но свидетельствуют об одном. Итак, на небе – Отец, Слово, Святой Дух, на земле – Дух, вода и кровь. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это и есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Верующий Сына Божий имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Бога представляет его лживым, потому что не верует, и свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную И это жизнь в Сыне Его Имеющий Сына Божий имеет жизнь Не имеющий Сына Божия не имеет жизни То есть помните было всегда два или три свидетеля Есть три свидетеля на небе И эти три свидетеля это что? Отец, Сын и Дух Святой И это есть одно, и это есть Бог Потому что самое высшее свидетельство Это свидетельство Бога Оно намного выше, чем свидетельство человека. Ишуа тоже говорил, помните? Если бы я только сам свидетельствовал обо мне. Но и Отец свидетельствует обо мне. Это в Евангелии от Иоанна. Интересно, на Земле. Вот если мы возьмем, то очень получается хитрое, чисто еврейское мышление. Вот нарисуем такой кубик, этот квадрат, квадрат, с четырьмя клеточками по вертикали, по горизонтали. Как будет Земля на Еврите? Адама. Адама, да? Алиф, Д, Д, М, М, Эй, который в данном случае А. Адама. Что же свидетельствует на Земле? Адама. Дам, кровь. Дам, дам. Интересно? Маим. Это что? Вода. И арох. Р, У, А. А, рох. Это дух. Поняли? Где кроссворды евреев придумали? Кроссворды тоже еврейские изобретения. Итак, три свидетельства на Земле об одном. И еще в Новом Завете, помните последняя строка во втором послании к Арифтану. Благодать Господу нашего, да? Ишуа Мессии. Дальше кто продолжит? Любовь Отца. Или Бог Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Амин. Смотрите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Один. Так. И любого Бога Отца плюс один. И общение Святого Духа со всеми нами. Это есть что? Амин. Который есть единый Господь. Опять А1 плюс 1 плюс 1 равняется Амин. Один, да? Видите, как интересно. Ну, хорошо, нам скажете, это Новый Завет. Понятно, Новый Завет. А если в Танахе, еще раз говорю, помните, аргументы, которые мы приводим, должны быть убедительны для нашего собеседника. Естественно, Христиану иду не надо убеждать, ему и так понятен Новый Завет. А для ортодоксального юрия Новый Завет это вообще не авторитет. Правильно? Пока он сам не начнет его изучать без волн. Значит, давайте отметим. Книга пророка Иосаи. Есть два места, которые говорится о трех в одном. Иосаи, 48 глава, с 12 по 16 стих. И Иосаи, 63 глава, с 7 по 14 стих. Иосаи, 48 глава, с 12 по 16 стих. Иосаи, 63 глава, с 7 по 14 стих. Вот, если внимательно слушать. Видите, так возникает такой переход. Как помните, мы разбирали переход между Израилем и Машехом, да? Где-то говорится о Машехе, где-то говорится об Израиле. Потом как бы опять говорится, можно говорить и об Израиле, и о Машехе. Потом говорится опять только о Личности. Вот так и здесь наблюдается интересный переход. Поэтому, помните, один спрашивал, читал пророка Иосаи, говорит, о ком это говорит пророк? О себе или о ком-то еще, да? Получается, что вроде бы пророк Иосаи говорит о себе. И вдруг он говорит о ком-то таком, который совершенно не подходит на пророка Иосаи. Правда? Вот это такого рода места. Итак, 48-го, у вас 12-го стиха. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый, я последний. Кто говорит? Бог. Моя рука основала землю, моя десница распростегла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Кто говорит? Бог. Собирайтесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнил волю его над Вавилоном и явит мышцу его над халдеями. Господь возлюбил его. О ком это говорится? Об Израиле. Может быть, об Исаии? Нет, об Исаии не может быть. Потому что Исаия не исполнил волю над Вавилоном и не явил мышцу над халдеями. Правда? Значит, о какой-то личности, которая имеет реальную и очень сильную власть. Дальше. Я, я сказал и призвал его. Я привел его, и путь его будет благоуспешен. И 16 стих. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Может Исаия о себе это говорить? Значит, это говорит та самая сильная личность, которая настолько имеет власть, что она может менять историю. Да? И властвует и над Вавилоном, и над халдеями. Это халдеи, одно из древних названий жителей Междуречия. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Господь Бог – раз, Дух Его – два, да? И тот говорит, который, говорит, меня послал. И мы видим четко, что это не может быть сам пророк Исаия, а это может быть кто-то, кто имеет очень сильную власть. Правда? Очень сильную власть. И, если читать это, опять-таки, помните, мы берем в целом, разбиваем на отрывки, а потом просмотрим в целом. Вроде бы, как одна фраза. Я первый, и я последний. И послал меня Господь Бог и Дух Его. Правда? То есть, тот, кто это говорит, обладает конкретной властью, который говорит о себе, что я первый, и я последний, и в то же время меня послал Господь Бог и Дух Его. Вот вам все три в одном. Хорошо, следующее. Мы говорили, 63 глава, 7 по 14 стих. 7 стиха. Кто это может говорить? Исайя может говорить? Может, да? Я вспомню милости Господи, который Господь даровал нам. Почему? Я тоже могу об этом сказать. Даровал нам и Дому Израилю. Конечно, тут говорится не о том, что Израиль вспомнит, который даровал нам. Значит, это кто-то немножко отличный от Израиля. Он сказал, подлинно они, народ мой, дети, которые не солгут, и Он был для них Спасителем. 9 стих. Во всякой скорби Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их по любви своей и благосердию своему. Он искупил их, взял и носил во все дни древние. Кстати, в одном месте сказано, что я сам носил вас на руках, как отец носит сына. В другом месте сказано, что носил ангел лица Господня. Есть в этом противоречие? Во второзаконии Бог сам говорит, я носил вас, как носит отец сына своего. Здесь говорится об ангеле лица Господня. Выходит этот ангел лица Господня, и есть Бог, правда? Но тут упоминается некто, который говорит, некто, который носил, да? И некто, который есть Господь Бог. Хорошо, дальше интереснее еще. Они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Они возмутились и огорчили Святого Духа Его. Ага! Тут уже появляется кто? Святой Дух, которого они огорчали. Но если Господь есть Дух, то как может Дух говорить о себе, что я носил на руках? Дух, или Дух быть одновременно ангел лица Господня, да? Если мы говорим, что Дух – это просто характеристика Бога. Ну, как свидетели Его говорят. Некая сила. Дух – это Божья сила. Итак, мы четко видим какие-то личности. Ангел лица Господня, который носит Израиль, который искупает Израиль. Правильно? Вот. И оказывается в другом месте параллельном. Мы находим, что этот ангел и есть и сам Бог. Но ангел искупает, ангел лица, по милостиви кого? Бога. Искупил их, взял и носил их. А они возмущались и огорчали Святого Духа Его кого? Бога. И поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил в древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Который вел Моисея за правую руку величественной мышцы своей, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя. Который вел их из бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их покою. Так вел ты народ свой, чтобы сделать себе сладное имя. Вот эти. Дух Господень вел их покою. С другой стороны, мы говорим о ком-то, с кем Моисеев встречался. Помните, Моисей с кем-то встречался лицом к лицу? И видел его, правда? Правда, у него было покрывало сверху на Моисея, иначе бы он ослеп. Поэтому он видел некий контур человека, прошедший мимо него. Но это был Дух или некто видимый? Некто видимый. Это был Ангел лица Господня, который явился Моисею, и явил ему Отца, потому что сказал он, покажи нам себя, да? И Бог показал себя. И прошел. Я есть Бог, помните? Опять представился Адонай. Есть Господь Бог, Элогейн, да? Элогим, Ашем. Я есть Господь Бог. Хорошо. И мы видим, что это был кто-то, кого-то можно было видеть, и даже сказано, вел их за руку. И потом, это же говорится о Духе Святом, потому что Дух Господень вел их по хвою. Так вел ты народ твой. Опять подытоживается. Раз, два, три, равняется один, да? Так вел ты народ свой, чтобы сделать себе славное имя. Итак, все три заключают в себе единство одного божества. Хорошо. Ну, дальше опять проводится диспут. Берешит Раба сказано, что в стихе и Дух Божий носился над водою. Под Духом Божиим подразумевается Дух Мессии. Следовательно, Он не человек, а Бог. Это говорит Баб Павла. Я сказал, горе тому, кто ничего не знает, и считает себя ученым и эрудитом. Там же я сейчас сказал, что Дух Божий – это Дух первого человека. Как это имелось в виду, что Он – Адам – Бог? Там не сказано так. И вдохнул Бог Дух в Адама, и стал Адам душою живою. В данном случае Нахмонит извращает. Писание здесь намекает о будущем. Земля была безлика – это Вавилон. Ибо сказано, я видел Землю, и вот она безлика. И Суедна – это Мидия, ибо сказано, и они суетились, чтобы привести Амана. А тьма – это Греция, которая своими декретами обращила очи Израиля. Оказывается, когда земля была беды и пуста, Греция своими декретами обращила очи Израиля. Это то, что мы говорили, схоластика. Вот это есть типичное мышление схоластики. Когда они жонглируют словами. Помните, что было вначале? Вот это «матай», «накай», «нацер», да? И здесь возникает так же самая схоластика. А тьма – это Греция, которая своими декретами обращила очи Израиля. А над лицом бездны – это нечестивое царство дома. А Дух Божий – это Дух Мессии. Благодаря чему он придет? Над водой. Благодаря раскаянию, которая сравнится с водой. Вот так. То есть, такие вещи. Короче говоря, кончилось этим тем, что и встал король, и все встали. Хорошо. Я не буду сейчас углубляться и подробно еще говорить до конца. Дальше особенно существенно ничего нет. По вопросу о закону, какой закон лучше Моисеев, или закон христианский, они практически к этому месту и не дошли. Диспут закончился, потому что уже истощились силы. Один не мог спрашивать, другой уже не мог. Отвечать. Но мы все-таки поговорим о некоторых возражениях, о некоторых возражениях, которые евреи относят по отношению к Ешуа Мессии. Давайте запишем. 21 возражение против божественности Ешуа Мессии. Успеем мы сегодня их разобрать? Если по две минуты на возражения, да? 21 возражение, это изложено в книге. Это я уже сейчас перехожу от диспута к другим еврейским источникам. Да, и там некто возражает книги Иисус и христианские миссионеры. В общем, против анти-миссионерская. И там приводится 21 возражение против того, что Иисус был Богом. Попробуем разобраться. Первый аргумент, выдвигаемый современными учеными. Заключается в том, что Христос не Бог, ибо имел плоть и кости. А Бог, как Дух, не имеет тела ни костей. Вот такого рода у вас будут вопросы. К примеру. И вы должны обосновать и правильно ответить. Итак, Иисус не может быть Богом, потому что Он имел плоть и кости. А Бог, как Дух, не имеет плоти и костей. Что вы можете по поводу этого возразить? Ну, вы серьезно говорите. Значит, о двойственной природе Бога. Правда? О двойственной природе Ишнего Мессия. Помните, как вы говорили? Свет – это что? Частица. То есть, нечто материальное. И свет – это волна. То есть, нечто, что имеет массу, вес, да? Может оказывать давление. Вы знаете, что можно поставить парус в вакууме, и будет идти под парусом космический корабль. То есть, это нечто, оказывающее силу, имеющее массу и давление. И в то же время свет – что? Волна. Ими то, и другое. Поэтому, если сказать, что Бог где-то сказал, что Бог – только Дух. Нет. Вот, это нечто, похоже на то, что все критяне – лжецы, да? Критяне в основной своей массе – лжецы, да? Это будет правильнее. Итак, Христос говорит в Луке 29, 39. «Ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите, у Меня». А в Иоанна 4, 24, отмечайте, противоречие сказано – Бог есть Дух. Что вы можете сказать о двойственной природе Бога? Потому что Ишуа Мессия, Он одновременно и Бог, и что? И человек. И как человек, Он имеет физическое тело, и кости, и плоть, и я уверен, что это физическое тело у Него продолжает сохраняться. Не может такого быть, чтобы Он пошел к Отцу, от учеников повесил свое физическое тело, как я, свое пальто, на вешалку, а когда будет приходить к нам, Он его оденет. Может такое быть? То есть, Он постоянно имеет двойственной природы. И мы видим, что физическое тело Он даже имел до того, как родился здесь. Потому что Его видели, и Он разговаривал с людьми, да? Конкретно, и даже Его трогали. То есть, боролись с Ним. Как мы говорили на примере Метатрона. Согласны со мной? Да. Задали вопрос. Если Иисус имеет физическое тело, и Он не прекратил иметь физическую природу, значит, Он может только находиться в физическом или только в духовном мире. Мое мнение такое, что и апостол Павел об этом говорит, что новые тела, которые мы получим, они будут иметь какое-то особое свойство. Помните, Иисус, Он как бы проходил сквозь стены. Мы можем в своем физическом теле пройти сквозь стены? Я думаю, что это будет нечто особое, особое тело, которое будет сохраняться и в физическом, и в духовном мире. Поэтому я говорю, что нельзя сказать, что когда мы воскреснем, мы будем только на земле, как полагают свидетели Иеговы. Мы вполне можем, находясь в этих новых прекрасных чудесных телах, таких же, как и Иисус, и Мессии, быть и перед престолом Бога, и не сгореть. Это мое личное мнение. Вполне возможно, что оно ошибочно. Но я полагаю так. По крайней мере, у меня нет оснований утверждать, что Ишио исшился своего физического тела. Согласны? Хорошо. Итак, сказано еще 1 Тимофея 3,16. Бог явился воплоти. Правда? Бог явился воплоти. И в символе веры Бога истинного от Бога истинного, и человека истинного от человека истинного. Это Никио-Цареградский символ веры. То есть, Он имеет абсолютно Божью природу и абсолютно что? Человеческую природу. Не наполовину Божью, не наполовину человеческую, да? А во всей полноте Божью и во всей полноте человеческую природу. Второе возражение. Христос не мог быть Богом, потому что имел начало, а у Бога начала нет. Иисус Христос, как человек, должен иметь начало, потому что Он был зачат Святым Духом. В то время, как Бог Иисус не имел начала и конца. Как сказано в Евангелии от Иоанна 1 глава, 18 стих, Колоссянам 1 глава, 1 стих, Исаия 9 глава, 6 стих. Итак, имел ли начало Иисус? Видите ли, Иисус считает, что имел, да? Видите, поэтому слово, я еще раз говорю, родился. Вот это происходит то, что мы говорили, явление метафорической деформации, правда? Мы не можем выразить своими словами тот процесс, который произошел. Ну, нам в физическом смысле непонятно, да? Если Дух свишел на Деву Марию, то как она могла зачать и образовать вот эти ДНК, хромосомы, правильно? Не можем мы понять этот процесс. И если думаешь, что человек рождается, потому что ничего раньше этого не было, да? Кто-нибудь помнит себя до того, как он родился? То есть, нас не было в физическом смысле, да? И мы не помним себя в духовном смысле. Ну, некоторые говорят, а как же будет, что мы не умрем, да? И поэтому, якобы, душа, которая пребывает у Бога или с Богом, она имеет сознание, а потом, когда человек рождается, она как бы теряет сознание, забывает, и дальше мы в полной амнезии находимся. Потом, к концу жизни, тоже у нас этот процесс начинает проявляться, если мы долго живем, да? Впадаем в детство. Но, когда говорить о процессе явления Ишуа, можно сказать, что воплощение, да? Он явился воплоте, но он был раньше. Он не родился в таком физическом плане. Но за не менее другого слова мы употребляем слово родился. Потому что он все-таки был рожден. Так же? Рожден таким же способом, как рождаются все дети. Но если говорить о том, что до того, он существовал вечно. Понятно это? То есть, в данном случае я бы ответил так, что термин рожден не соответствует полному пониманию. И следовало бы более правильно говорить, воплотился или вочеловечился. Хотя в физическом смысле он действительно был рожден. Но Ишуа Мессия был до того и будет после того. Правда? В физическом смысле он был рожден. И в физическом смысле он умер. Однако он есть вечный Господь. Хорошо. Дальше. Третья причина. Третья причина. Сейчас поправлю. Итак, третья. Третья причина. Христос не мог быть Богом, потому что Он был создан, а Бог не имеет начала. Кто так считает? Свидетели Иеговы, да? Вот так считают последователи Рассела, который основал, кто? Движение до свидетелей Иеговы. Хорошо. Или Мармонов Рассел. Свидетели Иеговы. Совершенно верно. Свидетели Иеговы. Так считают свидетели Иеговы. Ну, вы помните, что, когда говорится 1 Иоанна, что Он был Богом, да? Слово было у Бога, и слово было у Бога. Вы знаете, что свидетели Иеговы конкретно неправильно переводят это? Интерпретация. И слово было у Бога, и слово стало Бог. И все через него стало быть. То есть, это было первое, как бы, творение. Это было, как бы, первое творение. То есть, это конкретно фальсификация, и это опровергается первым стихом Евангелия от Иоанна. Четвертая причина. Числа, 23 глава, 19 стих. Говорят, Бог не человек. Числа, 23 глава, 19 стих. Говорят, Бог не человек. Нечто подобное в оси 19, 11 глава, 9 стих. И из Икииля, 28, дробь 2. Там говорится, человек – это не Бог. Итак, если Бог не человек, а человек – это не Бог, то не может быть одновременно Богом и человеком. Ваше мнение по этому поводу? Видите, это как раз образец того, как в контексте, вырванная фраза, и как будто бы все считается истиной для всех абсолютно случаев. Когда говорится, что Бог не человек, чтобы ему изменяться. Так в оригинале сказано. Бог не человек, чтобы ему изменяться. То есть, человек имеет качество, характер. Он изменчив. Сегодня он слово дал, завтра слово забрал. Бог не такой. Это говорит о том, что Бог не может стать человеком? Просто говорит о характере человека и о характере Бога. О греховности человека и о святости Бога. Но не говорится о природе Бога. Теологической, духовной или физической природе. То есть, это совершенно то, что есть, как говорится, придирается к словам. То, что придирается к словам. Бог может явиться в лопати, если он это захочет. Евреям 10 глава, 5 стих. Тело уготовил мне. Тело уготовил мне. Или говорит, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Правда? Это все к четвертому. К четвертому. Пятое возражение. Пятое возражение. Христос не может быть Богом, потому что Он назвал Бога моим Отцом. Интересно, да? Раз Он отец, то Он, значит, не мой Бог. Но отец, это не я? Это не я. Что вы можете об этом сказать? Ну, хорошо, триедин. Это не доказательство. Просто я говорю, что Он не может быть Богом. Вы говорите, что Бог триедин. Хорошо. Вот такие интересные вещи, да? Да. Итак, видите, когда говорим отец, сын, да? Но, опять-таки, по отношению к Богу, эти наши привычные вещи, они неприемлемы. Кто есть Бог? Мать или отец? Есть, говорят, что когда Бог сотворил мужчину и женщину, да, по образу, подобию сотворил Он их. То есть, Адам и Ева, будучи вместе, они составляют одного целого человека, Адама. И Бог имеет мужскую природу и женскую природу. Вы знаете, что Эль-Шадай происходит от слова шад – материнская грудь. И это Бог, кормящий. Бог, кормящий материнской грудью. Кстати, интересно, что слово материнская грудь – шад – она мужского рода. Вот женская грудь и, верите, мужского рода. Очень интересно, да? Кстати, мужчина тоже имеет грудь недоразвитую. И мужчина имеет матку, тоже недоразвитую, которая ходит в предстательную железу. И так, когда мы говорим по отношению к Богу, отношению к полу, отношению к родственникам, да, мы только сравниваем это. Опять происходит некая вещь, которую сравниваем, да? Сравниваем с чем-то для нас похожим. И так, почему мы говорим «сын Божий»? Потому что сын имеет ту же самую природу, что отец. Я могу сотворить какого-то белкового робота. Будет ли он моим сыном? Он будет сотворенным мною, да? Но сын мой, он имеет, по крайней мере, половину генов, такие же, что и я. И сын мой, он не просто появляется на этот свет, он несет мою природу. Точно так же сын Божий, он, будучи сыном, подчинял себя Отцу. И в этом отношении он находился в положении сына, перед Отцом. Согласны? Но это же как личность, опять-таки, тот же самый Бог. Потому что отец и сын, суть что? Одно. Это не есть генетическое продолжение Отца. Хорошо. Понятно, да? Следующая какая-то у нас? Шестая. Христос не мог быть Богом, потому что Отец посылал его на землю. Послал. Вот, если меня пошлют в Казахстан, даст Бог, да? Валентин Романович послал меня в Казахстан. Стало быть, я уже не могу быть Валентином Романовичем. Потому как я его послать не могу. Ну, разве что, если я на него рассержусь как-то мысленно. Итак, значит, он начальник мой, да? Я подчиненный. Следовательно, мое положение ниже, чем его, да? Вот. Ну и сказано, отец послал сына, сын, в свою очередь, послал отца. Хотя у людей такое бывает. Но в данном случае это говорит о чем? О послушании. Совершенно верно. Помните, он уничижил себя. Он мог иметь, там говорят, восхитил, да? Он мог иметь все величие, полноту, власть. Ну, собственно, дьявол это ему тоже предлагал, да? Возьми власть на этой земле. Но он проявил послушание отцу. Но это не значит, что он был ниже отца, меньше отца, или хуже отца, или слабее отца. Правда? Совершенно так же самое, как был долгое время между православной и католической церковью спор. От кого исходит Дух Святой? От отца или от сына? Потому что в одном месте сказано, И я умолю отца, и он вам пришлет, что? Утешители, да? А в другом месте сказано, я пойду и пришлю. Итак, где правильно? Вот символы веры. В одном месте, в одном символе католическом сказано, что Дух Святой исходит от отца и сына, да? А в православном символе веры, кажется, если не наоборот, может кто меня поправит, но я думаю, что это так, что в православном символе веры сказано, что Дух Святой только от отца. Эта вещь называется филиокве. Скажите, а сам от себя Дух Святой может исходить? Ламало. И что я не сказал, что может быть только так? Если захочет, и мы будем просить Духа Святого, он и сам сойдет. Правда? Но Ишуа, Мессия, он есть посредник в наших молитвах. Поэтому, если мы его попросим, то еще лучше будет. Во имя отца, да? Просим отца во имя сына. То есть, наоборот. Хорошо. Седьмое возражение. Христос не мог быть Богом, потому что Он пришел на эту землю. Он стал таким, как человек. Он терпел страдания. У него была физическая плоть. Да? Я говорил, как вы думаете, в туалет он ходил? Ходил. А может Бог ходить в туалет? Скажут ребята кощунство, а? Я чувствую, что тут, Раби. Поэтому, естественно, Он не мог быть что? Богом. Он страдал на кресте. Знаете, есть такие мнения, что Иисус на кресте не страдал. Раз Он был Богом, то Он страдать что? Не мог. И это неправильно. Вот в том-то и вся суть, что Он полностью мог и переносить страдания, и Он переносил все, и был искушаем, то есть испытываем, и во Нем было все абсолютно то же самое, что у нас. А кроме одного греха. Да? У него было все то же самое, что у нас, кроме греха. А иначе Он не мог бы нас спасти. Потому что Он должен был бы иметь нашу природу, чтобы приметь смерть за нас. И Он должен был быть абсолютно безгрешен. Хорошо. Восьмое возражение. Иисус Христос не мог быть Богом. Потому что, согласно Коринфянам 11 главе, он как бы был председателем Троицы. Коринфянам 11 глава, 3 стих. Что там сказано? Первое Коринфянам 11 глава, 3 стих. Но мы уже говорили это по поводу Троицы. Правда? Что в Троице, в Троичности Бога, никто не больше других и не меньше других. Да? Отец, Сын и Дух Святой, они имеют ту же славу. Отец, Сын и Дух Святой имеют ту же славу, то же величие. И они абсолютно в этом отношении равны. Видите? Что вы все знают, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Да? То есть, что якобы Христос не равен Богу. Да? Раз ему глава Бог. Но это опять-таки говорит о чем? О том, что Ишуа подчинил. Подчинил себя Отцу. Хорошо. Девятое возражение. Обещан был Спаситель под каким именем? Эммануил. С нами Бог. Да? Но Иисус не был Эммануилом. Как его звали? Ишуа. Значит, кто-то должен быть Мессия, который придет, и чьё имя будет Эммануил. Согласны вы с этим? Как бы вы это объяснили? Давайте прекратим. Исайя. Нет, не четвертый. Я ошибся. А, вот. Девятая глава. Девятая глава. Там тоже говорится об обещанном младенце. Да? Значит, в одном месте Исаии говорится, что обещанный младенец, который спасет народ, его будут звать Эммануил. Здесь говорится, шестой стих, четвертой главы. Ибо младенец, не четвертый, извиняюсь, девятая глава. Это у меня здесь написано, напечатка четвертая. Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на ременах его, и нарекут ему чудный, советник, бог крепкий, отец вечности и князь мира. О скольких младенцах идет речь? А в одном, а в двух, и здесь один младенец уже четыре имени имеет. Да? То есть, мы говорим, что имя – это есть отражение качества. С нами Бог. То есть, Мессия – это действительно Бог, который живет с нами. Но Он же имеет имена. То есть, качества какие? Чудный, советник, бог крепкий. И отец вечности, и князь мира. Значит, это не разные имена, правда? А Ешо – это что? И назовете Его Ешо, ибо Он будет спасителем для народа своего. Правда? Это Ешо означает то же самое – спаситель. То есть, если говорить, что Эммануил – это одно, Иисус – это другое, советник – это третий, то получается, что должно быть сколько мессий? Очень много, да? Сколько же за младенцев? Но это один и тот же младенец. Названы разными именами, потому что таково его свойство. Да. Хорошо. Следующее возражение. Иисус родился во плоти? Противоречие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Значит, от духа может только дух родиться. А от плоти может только плоть родиться. Опять-таки, видите, на чем все эти возражения основаны? Берут отдельно вырванный стих и начинают. Здесь, помните, говорится о чем? Здесь говорится о духовных людях, душевных, да? О положении человека, который он занимает под водительством духа, либо под водительством плоти. И если мы рождаемся по плоти, то есть от разума своего изменяемся, то мы продолжаем оставаться плотскими. Если же дух Божий вселяется в нас, то мы становимся духовными. Вот и все. Вот о чем говорит этот конкретный отрывок. И это не в сине есть правило, что от плоти может родиться только плоть, а от духа может родиться дух. Не надоело вам еще? Хорошо, молодцы. Я рад. Я рад. Хорошо. Следующий аргумент. Какой там? 12-й у вас? 11-й. Христос не мог быть Богом, потому что Отец дал Ему власть. Христос говорит, что Отец дал Ему власть. Согласно Матвея 28-18, где Христос говорит, да на мне всякая власть на небе и на земле. Правда? А Бог, Он и так имеет власть. Ему никто власть не давать должен. Итак, объясните это противоречие. Хорошо. Вы еще хотели сказать? Были несколько вариантов ответа, да? Есть вариант ответа, что власть Ешуа действительно всегда ему принадлежала, да? Был такой вариант, что Бог отдал свою власть человеку, человек свою власть отдал дьяволу, а Иисус, придя, забрал эту власть у дьявола. Ну, я вам скажу так. Когда Бог говорил человеку, владычествуйте над птицами морскими и так далее, я думаю, происходил тот же самый процесс, который происходил с колхозами. Вся земля принадлежит государству, но дана вечное пользование, да? Поэтому вся земля действительно принадлежит Богу и Божьим законам, но дана была в пользование Адаму. Адам – это пользование, это право владения над землей, то есть вот этот акт об аренде он передал дьяволу. Но фактически власть всегда была у Бога, поэтому приходить и забирать ее обратно Иисусу не нужно было. Правда? Значит, когда говорится «дана власть на небе и на земле», я думаю, в данном случае говорится о власти судить и оправдывать. Правда? Иисус, он никогда не властвовал над царями, даже над собственным царем иудейским Иродом, он не имел власти. И поэтому он не пришел на землю, чтобы забирать власть. Но когда здесь говорится «дана мне всякая власть на небе и на земле», это говорится о праве Иисуса судить нас. И это очень хорошо, потому что если бы судил нас некто в великой святости, всегда прибивавший и не изведавший ни болезней, ни страданий наших, мог бы ли он к нам снизойти? Поэтому занимается сейчас этим процессом тот, который снизошел к нашим страданиям, который сам перенес все наши страдания и прекрасно понимает, каково это быть человеком. И прекрасно на своей природе знает, что в человеке от человеческого, а что от бесовского. И потом сказано, в конце времен Ишуа – это власть, что вернет отцу. И это не значит, что Иисус в конце времен перестанет быть Богом. Правда? Хорошо.